Подготовка к отопительному сезону в регионе проходит в штатном режиме. Областной министр ЖКХ Елена Семёнова отчиталась об этом на оперативном совещании губернатора. По данным на 1 августа, объекты жизнеобеспечения готовы к зиме на 65%. Показатели идентичны прошлому году. Таким образом, тепловые сети приведены в порядок на 62%, водоснабжение на 66% и водоотведение на 70%. Пока в подготовке отстают Гусь-Хрустальный, Петушинский, Везняковский, Собинский районы. Мы за последние два года процентов на 20, наверное, увеличили свои показатели. И это хорошая работа. Надо в этом году выйти на показатель более 90%. Останутся у нас проблемные зоны. Это вот Вязники, по большому счёту, да, может ещё несколько точек. Надо тоже на ближайший год-два уже закрыть эти проблемы. А вот суммы, которые направлены на модернизацию коммунальной сферы, очень отличаются по сравнению с предыдущим годом. Ранее было около 3 миллиардов рублей. Теперь почти в два раза больше. В текущем году на подготовку к отопительному периоду и на модернизацию коммунального комплекса предусмотрено порядка 5 миллиардов рублей. Данные средства будут направлены на строительство и модернизацию 8 котельных, 14 объектов водоснабжения, водоотведения, 22 км сетей теплоснабжения, 16,5 км сетей водоснабжения и 16,5 км сетей водоотведения. Кроме того, дополнительно выделены 377 миллионов рублей. Они направлены на капремонт и модернизацию теплового оборудования в Везняковский, Кольчугинский, Суздальский районы Ковров и округ Муром. Модернизация котельных и тепловых сетей проходит в Александровском районе. В этом году там построены три новые котельные и в следующем году начнут работать еще две. Сейчас муниципалитеты запасаются топливом. Необходимо создать запас жидкого топлива в объеме 2000 тонн, закоплено 80%. Угля необходимо создать по нормативному запасу 1,6 тысяч тонн, осуществлена закупка 700 тонн, это 48%. Как пояснили в министерстве ЖКХ, к внештатным ситуациям во время отопительного сезона тоже готовы. Цель ликвидации возможных аварийных ситуаций, технологических нарушений на объекты жениобеспечения созданы 404 аварийно-ремонтные бригады. Штатной численностью 1814 человек, необходимым количеством автомобильной специальной техники в количестве 1011 единиц. А пока министерство ЖКХ совместно с Центральным управлением Ростехнадзора контролирует подготовку к отопительному сезону на жизненно важных объектах. До начала холодов проверки пройдут во всех муниципалитетах. Евгений Павлов, Шестой канал.